Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. В чем разница между духовным и душевным? Апостол Павел в одном из их посланий говорит, что сначала душевное, потом духовное. Сначала телесное, потом небесное. Если вы собираетесь сначала приобрести Духа Святого, перед Божественной Литургией жвачку лепите на кнопке лифта, то, наверное, что-то у вас не получится. Последовательность должна быть немножко другая. Сначала ты перестаешь материться, сначала ты перестаешь вырывать два глаза оппонента, если он у тебя перед этим вырвал один. Хотя бы в ветхозаветной заповеди исполнять, которые ограничивают меру мыщения. Око за око, а не два ука за одно. Ух за ухо, а не два уха за одно ухо. Ну, понимаете, да, эту логику? Не кидаешь мусор мимо мусорника. Не переводишь бабушку через дорогу, если ей не надо переходить через дорогу. Не оказываешь медвежьих услуг. А то, что, знаете, мы как начинаем причинять людям добро, так люди уже не знают, куда тебе бежать. Но это очень хорошо, если добро пытаешься причинить. Обычно же ты пытаешься... Про духовное причинить смиряешь, смиряешь, смиряешь своих оппонентов, мужа, жену, детей, еще кого-нибудь, сотрудников на работе. Думая, что ты причиняешь им духовное добро. Ведь кто же их еще научит, это замечательно, добродетели, если ты не будешь их постоянно унижать, бесценивать, грубить и так далее. Поэтому, друзья мои, сначала необходимо вочеловечиться, а потом уже обожиться. Ну, а на этом пути нас ждет еще одно небольшое искушение. Бывает, что мы путаем духовное с душевным непосредственно в стенах храма. Прекрасная атмосфера. Невероятный хор. Поют красиво, замечательно. Фрески древние или современные. Ну, просто совершенно уникальные. Батюшка такой благообразный. Одеяние красивейшее. Служит прекрасно. Баритон такой изумительный. Слушала бы, слушала бы. И прямо хорошо тебе на душе. Думаешь, вот благодать-то какая. Чувствую себя, как послы князя Владимира в Софии Константинопольской. Которые не знали, то ли на земле они находятся, то ли на небе. И думаешь, вот какое благодатное место. Намоленное. А на самом-то деле ты просто спутала или спутала духовность душевным. Христос, что в кафедральном соборе, благолепном, что в каком-нибудь деревенском храме, один и тот же. Священник выходит с чашей Христовой, говорит, примите, едите, сесть тело мое, сесть кровь моя. И воистину Христос пребывает один и тот же, что в чаше с позолотой, что в чаше с самой простой латунной. Вот. Мы должны дойти до этого уровня. Когда мы действительно чувствуем благодать Божию, вне зависимости от внешних обстоятельств. Вне зависимости от благолепия храма. И тогда мы не будем путать слезы сентиментальности с слезами покаяния. Мы не будем путать духовные дары с душевными восторгами. Но до этого надо дорасти. И призываю каждого из вас подумать о том, не совершаете ли вы такие опасные на самом деле ошибки. Потому, что доходит до того, что люди перестают причащаться, перестают исповедоваться. Или глубоко разочаровываются в этих таинствах. Потому, что вот уже не чувствуют того, что было раньше. И ждут каких-то таких благодатных дарований. Думая, что это действительно какие-то особые ощущения являются проявлением Духа Святого. А если их нету, то значит и Дух Святой как бы не сошёл. Причастилась, может быть, в осуждение. Или нет какого-то облегчения после исповеди. Может, и Господь грехи не простил. И ты опять ищешь этих эмоций, думая, что это была благодать. А благодать даётся всегда. И когда у тебя есть эмоции, когда у тебя нет эмоций. Когда ты в каком-то душевном восторге находишься. Или когда поисповедовался. Ну, как бы чуть ли там не для галочки. Но всё равно Господь, даже когда ты для галочки исповедуешься, даёт тебе эту благодать, которая очищает тебя от всякого греха. И даёт силы впредь не грешить. Да поможет нам во всём этом Господь не путать духовное с душевным. И приносить благодать Духа Святого в свою жизнь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.